Уважаемые братья, если мы с вами почитаем Кур'ан, то сможем заметить то, что в Кур'ане Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, то, что есть разные люди и разные отношения к Кур'ану у людей. Да, Аллах Субхану Ва Та'ля, чтобы мы были с вами из числа всех людей, о которых говорит Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля, который читает Кур'ан по ночам, просыпаются ночные молитвы и делают земной поклон. То есть посредством Кур'ана поклоняются по ночам Аллаху Субхану Ва Та'ля. Есть такие люди, которые ежедневно читают какой-то вирт из Кур'ана. Например, один джуз, два джуза, одну суру, несколько сур и так далее, аяту Курси каждый день. То есть есть какой-то вирт, постоянно они читают. Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, читайте то, что не спослано вам из Кур'ана. Есть те люди, которые не могут читать, но любят слушать. Поэтому, Субхану Ва Та'ля, даже ты, мой брат, когда садишься в машину, если даже ты не можешь читать Кур'ан, некоторые нашиды включают, некоторые музыку включают, читай, включай Кур'ан, слушай Кур'ан. Аллах Субхану Ва Та'ля говорит в Кур'ане, сказал, когда читается Кур'ан, слушайте его, прислушайте. Может быть, Аллах проявит вам, по отношению к вам, свою милость. Слушание Кур'ана – это тоже поклонение Аллаху Субхану Ва Та'ля. Но есть та категория Кур'ана, которые отдалились от Кур'ана, сделая хиджру, переселение от Кур'ана. О них в сурате Аль-Фуркан Всевышний сказал, и сказал посланник Аллаха, Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, о мой Господь, поистине мой народ отдалился, отдалился от Кур'ана. Ученые говорят, как верующий может отдалиться от Кур'ана, и приводит четыре вида отдаления человека от Кур'ана, в который он может попасть. Просим Аллаха, Субхану Ва Та'ля, чтобы защитил нас, наши семьи, наши близкие от этого положения. Когда сделали тафсир, ученые аяту, где посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху и сказал, о мой Господь, поистине мой народ отдалился от Кур'ана. Первый вид отказа или оставления Кур'ана, это когда человек отдаляется от того, чтобы понять Кур'ан и размышлять над смыслами Кур'ана. То есть есть люди, Субхану Вау, десятки лет читают, «Куль ху Аллаху ахад Аллаху ссамат». Как слово «ссамат» переводится, не знают. «Кадихан» не знает перевод этой суры, которую он постоянно читает в намазах. И даже он не задается вопросом, «Эх, как было бы хорошо понять, как переводится Аллаху ссамат». Даже не задается этим вопросом. Десятки лет проходит, он даже не знает, что такое Аллаху ссамат, перевод этого не знает. Но однако, как говорят ученые Аллахе, если тебе пришло бы какое-то сообщение от человека, который дорог тебе, на том языке, который ты не понимаешь. Например, на французском языке, на итальянском языке, на английском языке пришла смска, человек, ты где-то с ним познакомился, он тебе дорог, и ты хочешь понять, ты что делаешь? В гоголь переводчик заходишь. Или смотришь, брат, ты знаешь французский, ты вроде учился, можешь мне перевести, о чем тут речь? И ждешь, когда же он тебе ответит. Валлахе, мне часто приходят, некоторые братья пишут, кто занимается бизнесом с Арабскими Эмиратами, и так далее, какие-то договора. Брат, можешь перевести, что тут написал большой бизнесмен, и так далее. Аллаху ссамат, не знаем, как переводится, это слово Господа миров, что хочет от нас Аллах, субхану ва-та-Аля. Аллах не послал Кур'ан, чтобы мы над ним размышляли, что же от нас Аллах, субхану ва-та-Аля, хочет. И сегодняшний день есть переводы Кур'ана, можем купить, аль-хамду-ли, читать, перевести, записать, выучить, совсем другой намаз будет, братья, когда ты читаешь, понимаешь, что читаешь. Ты понимаешь, что от тебя Аллах, субхану ва-та-Аля, требует. Поэтому это первый вид, то, что люди, как могут отдалиться от Кур'ана, не хотят понять Кур'ан, отдаляются от понимания, от размышления над Кур'аном. Второй вид, когда люди не возвращаются к Кур'ану, оставили Кур'ан, то есть, когда они не берут Кур'ан в качестве аргумента в вопросах своей жизни и в вопросах своей религии. Как Всевишн, Аллах, субхану, приказывает нам и говорит, если вы в чем-то разногласите, вернитесь к Аллаху, и вернитесь к посланнику Аллаха, к Кур'ану и к Сунне. Поэтому в вопросах семейных отношениях, в бизнесе, в других делах, как себя вести, Аллах, у нас есть Кур'ан. Один раз, я, субхану ва-та-Аля, помню, когда в Саудии учился, летели мы с одним эмиратовцем, пересадка была в Стамбуле, он потом дальше в другую страну, в европейскую страну летит. Я говорю, куда ты лечишь? Лечу там в такую страну, там будет проходить, дорогой такой, много денег заплатил, там будет проходить некая такая конференция, как правильно держать вилку и нож в руках. Субхану Аллаху, у нас в Сунне это есть. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салам, сказал, куль би ямине, куль мима ялик, кушай правой рукой, кушай то, что перед тобой. Это у нас есть в Кур'ане, в Сунне. Почему мы не хотим брать из нашей религии? Поэтому, как человек может отдалиться от Кур'ана, когда оставляет Кур'ан, то есть ему без разницы, здесь, например, сделка харамная, не, Кур'ан не берет, то есть по своему эгу и так далее. В семейных вопросах, Субхану Аллаху, пророк сказал так, Аллах сказал так, меня это не касается, вот как я хочу, там и так далее, я мужчина, я вот так вот должен, я вот так вот буду делать, Субхану Аллаху, как посланник Аллаха, самый великий из мужчин был, как он относился к своей семье, как он относился к своим детям, как относился к своей супруге. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салам, для нас, для вас, посланники Аллаха, великий пример. Третий вид хидрана Как человек может отдалиться от Курана То, что он не берет исцеление из Курана Аллах, Субханда, в Куране сказал Мы не спасли из Курана В том, в чем есть исцеление и милость для верующих Скажи, Куран для верующих Указывает прямой путь и исцеление Приводится то, что один раз он с сахабами пошел И пришли к одним арабам И эти арабы не были мусульманами еще Были язычниками Ибн Хаджир Аскалани, когда дает шарх этому хадису Говорит, почему они были язычниками Почему мы догадались, что они были не мусульманами Потому что они Сказал то, что когда мы пришли Они нас не угостили Мы зашли, они нам ничто не предложили Не дали еду, нас не угостили Поэтому это было не присуще мусульманам в тот момент Когда было мало мусульман И не угостить подвижников пророка Мухаммада И тогда Когда мы сели Вдруг их правитель, то есть главный этого тейпа Его ужарил то ли скорпион, то ли змея Тогда они подошли к нам и сказали Если из вас кто может читать Рукья, заклинание Но и до ислама была Только не читали Коран А читали какие-то обычные слова Или бывали Обращались к джинам за помощью чтобы читать какие-то заклинания. Или просто обычно делали дуа, мольбу читали и тем самым искали исцеление в этом. И они обратились к ним. Есть ли у вас тот, кто читает Рукья? На что сказали, да, говорит. Я, говорит, прочитаю Рукья, но однако вы дайте мне за это плату. И попросил у них барашек. Говорит в Хадисе, что около 30 барашек им дали. Он прочитал сурату аль-Фатиха 7 раз на место, где ужалил его курпион. Потом поплюл туда. И это жало ушло. Они им дали барашек и вернулись к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейху ассалям. Тогда посланник Аллах, саллаллаху алейху ассалям, сказал, я, аба Саид, откуда ты узнал, что это Рукья? И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал, то есть берите то, что вы служили этих барашек и мою долю тоже выделите мне, сказал посланник Аллаху, саллаллаху алейху ассалям. Поэтому, в Аллахе и братья, к нам приходили люди. Одна сестра проходила со своим братом. Три дня не может говорить, какой-то испуг у нее. Я говорю, как тебя зовут? Кур'ан читали, читали, читали. Вдруг она закричала и начала говорить. В тот момент, когда я читал Кур'ан, самое интересное, у меня был некий такой прибор на сердце для того, чтобы смотреть. На целый день его ставят и смотрят, как сердце себя ведет. И тогда у меня врач спросил, вот в это время, по это время, чем вы занимались? Я говорю, читал Коран. Удивительно, говорит. В этот момент, говорит, сердце ваше, то есть самой высшей шкалы достигало, и самый лучший ритм показывал, когда читал Коран, субханаллах. Также одна женщина приходила сюда, заболела саратан, у нее была болезнь рака. Аль-хамдуля, мы читали Коран, Коран, потом, аль-хамдуля, она вылечилась от этого. Поэтому, аль-хамдуля, Коран, шифа, в нем есть исцеление. В Коране есть исцеление. Поэтому, также папа у меня, рахмаллах, когда лежал в коме, в Аллахе, братья мои, когда удивительно, что происходило, когда я ему читал Коран. В этот момент только он сшевелил в коме, пальцами, руками, какие-то движения делал, слезы текли у него из глаз, когда читал Коран, будучи он в коме. Поэтому Коран шифа, Коран исцеление. И когда верующий человек оставляет Коран, так к нему относятся. Даже не мусульмане приходят, говорят, почитайте нам Коран. Поэтому это тоже один из видов, то, что человек отдаляется от Корана. Пророк Мухаммад, саллаху и салям, читал рукою своим сахабам, читал сурату Аль-Фаляк у нас, муавидатейн Хасану и Хусейну, и читал рукою своим сподвижникам. И четвертый вид, хиджран тилава тил валь-қияму бихин. Это когда человек не читает Коран и не выстаивает молитвы, читая Коран. Поэтому бывает, неделя проходит, две недели человек открывает Коран. Или только по пятницам читали сурату Аль-Кахф. Или только в Рамадан, Рамадан закончился, закрыл Коран, на следующий Рамадан открывает. Имам Шафия, когда мы читаем, то, что в Рамадане каждый день делал хатым Коран, прочитывал полностью. Тогда хотел проверить, попробовать. Думаю, как это, Субханалу? Начал читать Коран таким средним темпом, небыстрым и немедленным. Например, Таким темпом 20 минут заняло, чтобы один джус прочитать. Если мы в день хотя бы перед сном Нур, Коран на Нур, прочитаем Коран, один джус за месяц мы хатым сделаем. Два джуса два раза в месяц будем сделаны хатыми, и такая великая награда будет от Аллаха, Субханаху ва Та'аля. И в конце, что хотелось сказать, уважаемые братья, Коран он будет заступником, может быть заступником за человека или против него в судный день. Коран приносит пользу, и Коран возвышает. Как он может быть заступником? Акбара Расул, салаллаху алейху саллина. Как в достоверном хадисе приводится пророк Мухаммад, салаллаху алейху саллина, сказал, Коран в судный день придет, будет заступником за того, кто читал его. Имам Шатаби говорит, даже когда будет он в могиле лежать, Коран заговорит, и сильно не просто будет делать дуа, юнаши, взывать, о Аллах, он мой любимчик, он любил меня, читал меня, сделай так, чтобы я был заступником за него. Коран придет в судный день, в другом ревоете, в судный день придут две суры, подобно двум тучам, или двум навесам, или двум стаям птиц, будут заступничать за тех, кто читал их, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейху саллина. Пророк Мухаммад сказал, я отил Кур'ану яума кияма, в судный день, придет Кур'ан, и тот человек, кто читал этот Кур'ан, в это положение, в это тяжелое положение, когда дети посидеют от страха перед Аллахом, когда не будет заступничать муж за супругу, когда родители за детей, каждый будет говорить, на все, на все придет Кур'ан, и скажет, о, Аллах, одень его, и на него оденут одежду почета, потом Кур'ан скажет, о, Аллах, еще больше дай ему прекрасной одежды, наденут на него корону, чести, короны, почета, и потом Кур'ан скажет, я Рабби рда'ан, я Рабби рда'ан, о, Аллах, будь доволен им, о, Аллах, будь доволен им, пророк Саласан сказал, и скажут ему, икра, вартики, вартилю кама кунта тураттилу фи дуния, фаинна манзилатека, аинда ахиры аятин, текрауга, читай, и возвышаешься, с каждым прочитанным аятом, ты остановишься на той ступени, высоте, на том аяте, в которой ты остановишься. Сколько ты читал Кур'ан, столько будешь возвышаться в степенях рая перед Аллахом, субханаху ва Та'але. Таким образом, он, Кур'ан, яшфа, будет заступником, приносит пользу и возвеличит, возвышает, не только в ахирате, даже в этой дуне. Даже в этой дуне Аллах дает риск. Кто с Кур'аном живет, Аллах ему много имущества дает, аль-хамдул-лях. Тем самым, кто с Кур'аном живет, у него не будут какие-то, знаете, вот эти вот атаки, панические атаки, какая-то грусть. Он всегда с Кур'аном. И вот, ал-хамдул-лях, в сердце будет, ал-хамдул-лях, покой. Даже и в этой жизни будет барракад. Один раз пришла одна женщина к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, и это только касательно посланника Аллаха. Хотела себя выдать замуж за пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Аллах в Кур'ане говорит, то есть касательно только посланника Аллаха, пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, приходила женщина, дай мне махар, я выйду за тебя замуж, у посланника Аллаха. Пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, на ком-то женился. Для других не имеет права женщина идти, говорит, возьми меня в жены, то есть должен быть прийти в Али, и так далее. Но это касательно посланника Аллаха. Пророк, саллаху алейхи вассалям, промолчал, не захотел на ней жениться. Тогда она поняла то, что не хотел на ней жениться, и один из подвижников тоже это понял. И отчим был ансари, житель Медины, был очень бедным. И тогда сказал, о, познанник Аллаха, если ты не хочешь жениться, то жени меня. Тогда пророк Мухаммад сказал, у тебя есть махар. Он что-то сказал, а этот подвижник до того был бедным, то, что раньше одевали накидки изяар, одевали, как и храм, одевали две накидки сверху и снизу. До того он был бедным, что сверху накидки не было, только снизу одна накидка, как полотенцем завернутым. Он говорит, я дам ей свой изяар. Пророк Салам сказал, тогда ты без всего останешься. Как ты тогда будешь, в чем ты будешь ходить? Оставь, говорит, иди посмотри посмотри хотя бы железное колечко. Пророк Салам понял, что у него нет золота, нет серебра. Железное колечко хотя бы найди. Он возвращается к пророку Мухаммаду Салам Алисам, и говорит, нет у меня железного колечка, даже этого нет. И тогда смотрите, как посланник Аллах Салам отнесся к нему. Что-то нибудь наизу знаешь из Кур'ана, можешь прочитать? Он сказал, да, да. Он говорит, я такую суру знаю, такую суру знаю, такую знаю. Передатчик ходит и говорит, и он читал на пальцах. То есть он не подошел и сказал, я знаю весь Кур'ан или 5 джузов, 15 джузов. Маленькие суры, такую знаю, такую, такую. И тогда пророк Салам Алисам сказал, я выдал ее замуж за тебя, за тот Кур'ан, который с тобой. То есть ты, у тебя нету ничего, обучи ее Кур'ану, вместо того, что она будет давать зарплату тому учителю, который будет ей придавать Кур'ан, ты ее бесплатно научи, и это будет твоим махром. Уважаемые братья против, чтобы мы были из людей, те люди, которые с Кур'аном. Аль-Хамду лиллях, посредством Кур'ана, Аллах возвеличивает народы, посредством Кур'ана, Аллах Субхану унижает. Кого возвеличивает? Того, кто познал, тот, кто последовал Кур'ану, жил, соответственно, Кур'ана, а тот, который отвернулся, то Аллах в нем не нуждается. В этой жизни он несчастный, и в будущей жизни ждет его болезненные наказания. Прошу Аллаху Субхану унижает, как он нас вместе собрал в самом лучшем из своих домов, вместе в доме, в мечети, так, чтобы также нас собрал вместе в Судный день, в Фирдаусе и Аля, и чтобы Кур'ан был заступником за нас, чтобы мы, Аль-Хамду лилля, подобно тому, как умеем читать Кур'ан, чтобы мы жили соответственно Кур'ану, и чтобы Кур'ан был нашим самым любимым для сердец из того, с кем мы общаемся. Кур'ан самый лучший собеседник, и никогда не наест общаться.